О, да, ребята, мы снова вместе, и в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о самой большой возможной ошибке, которую вы можете сейчас сделать. Самой большой и разрушительной ошибке, которую вы можете сделать для себя в этом медвежьем и приближающемся бычьем рынке. Самое важное действие, которое большинство из вас делает неправильно, это не распродавать давно закупленные запасы. Эти старые затаривания, которые были сделаны в прошлом бычьем рынке, в надежде, что они снова прокачаются, но этого никогда не будет. Никогда. На самом деле, чтобы купить монету, которая восстановится в следующем цикле, это большая редкость. Если вы посмотрите на некоторые монеты, которые в течение нескольких циклов поднимались на исторические максимумы, то увидите, что это необычное дело, это огромное исключение. И причиной того, что я выпускаю сегодняшнее видео, заключается в том, что большинство ребят меня спрашивают, «Эй, Айван, как ты думаешь, эта монета вернется?» И когда я ее начинаю изучать, я понимаю, что это какой-то IDO с прошлого бычьего цикла, по которой особо ничего не происходит. У нее обычная компания, обычный процесс разработки, в котором ничего особо не происходит. А потом меня спрашивают, «Эй, Айван, думаешь, она вернется?» Смотрите, большинство из этих монет не вернутся. Будет ли по ним дефолт? По большинству дефолта не будет. Но, глядя на последний бычий рынок, многие люди не сделали правильные выводы. Потому что, знаете, например, в 2017-м у нас было много монеток, и как Айота. Она чертовски запампилась в 2017-м году. И, к сожалению, многие подумали, что она снова это сделает. И не купили Матик. И это большая проблема. Цена упущенной возможности не покупки Матик. Не входа в новые монеты в прошлом бычьем рынке, показавшей отличные результаты. Огромно. Давайте предположим, что вы купили Айота где-то здесь, в 2017-м году. И вы рассчитываете, что она вернется. Вы прошли через весь медвежий рынок, вы держите, держите, держите. И все еще держите, ожидая, что она вернется. Потому что это Айота, а команда разработчиков говорит, мы смотрим на рынок по бычьи, мы разработку ведем, бла-бла. А в итоге, ничего. Она даже близко не приблизилась к значениям. А наибольшая проблема в том, что вы, держа эту монету, упустили другие возможности во время нового бычьего рынка. И когда меня спрашивают, эй, Айван, какая монета, на твой взгляд, наиболее перспективна в следующем бычьем рынке? Какая? Я говорю, знаете, эта монета, возможно, даже не существует. Потому что самые большие прибыли образуются в новых созданных монетах, которые только что запускаются. В новых проектах, которые запускаются в новом бычьем рынке. Вот место, где была создана самая большая ценность прошлого бычьего рынка. И аналогично будет и в этом. Поэтому все наши затарки, которые, мы надеемся, снова вернутся, слушайте, к сожалению, большинство из них не вернется. Смотрите, Нео. Вы помните Нео? Нео пампился как безумный. Во время 2018-го. Около 100 икс. В 2017-18 годах. Затем большинство закупились вот здесь, рядом с вершиной. И холдили-холдились в надежде, что Нео вернется. Нео, пожалуйста, вернись. Нео, вернись. О-о-о, он возвращается. Ну, а-а-а, Нео вернулся. Затем мы зашли в очередной медвежий рынок, и очередная светлая душа ушла в небытие. Еще одна светлая голова, голова с надеждой, рухнула и не вернулась. Еще один пример, ребят. Помните антологи? Антологи также чертовски пампилась во времена 2017-го. Помните, она появилась и бам! Полным ходом до 10 баксов. А люди холдили-холдили-холдились. Медвежий рынок, они все держат, спрашивают у меня, Айван, что думаешь про антологи? И сейчас меня спрашивают по всем монетам, которые росли в последний буйчий рынок. А вы в итоге надеетесь, надеетесь, что она вернется, возможно, она вернется, а может, нет, и она нет. Теперь, интересная штука в том, что большинство монет, которые я вам показываю, все еще живы, в них еще что-то происходит. Разработчики что-то там разрабатывают и постоянно пишут какие-то новости, то тут, то там. Но есть еще одна группа монет, в которых особо ничего не происходит, и мы о них даже не помним. А в новостях о них мы ничего не слышим. Даже на момент написания этого видео я пытаюсь вспомнить примеры, но нет никаких примеров, потому что они все уже поумирали. А я про них даже забыл. Все эти бесконечные ICO, которые случались в 2017-м, вы помните, у нас было одно ICO в час в 2017-м. О большинстве из них я даже ничего не помню, потому что они уже умерли, пропали и никогда не вернутся. Да они даже и не пытались вернуться. Они даже не были на слуху во время бычьего 2020-го. Аналогичные вещи происходят и сейчас. По мере того, как мы заступаем на бычий рынок, большинство монет предыдущего бычьего рынка по определению не вернутся. Даже если у них были сумасшедшие прибыли. Потому что, я повторюсь, в 2017-м, если у вас был нео, то это была машинка по заработку денег. В 2017-м. Это то место, где вы должны были быть, потому что он делал безумные иксы. Аналогично и ICO-то. Это то, где вам нужно было быть в 2017-м. Это были локомотивы по заработку. То же самое Anthology. Аналогичная история. Теперь они те же в настоящем бычьем рынке? Нет, совершенно нет. Они ничего не делают. Поэтому самое важное и наиболее критическое для понимания это поиск новых монет и новых возможностей. И по определению не обращать внимания на старые. По определению, внимание к старым монетам принесут наименьшую вероятность для заработка. Но да, есть исключения. Если вы посмотрите на Ада, Кардано, то у них, вероятно, получится повторить цикл. Но это большое исключение. Поэтому, если вы посмотрите на новые монеты, которые испытывают давление покупателя, например, Пепе. Пепе — это новая монета. Также у нас есть Libra, тоже абсолютно новая монета. Посмотрим, как поведет себя мемная монета Гарри Поттер, но они всегда находятся в топе, испытывающей давление покупателя. Также есть целый набор разных там Lido и прочего DeFi стаффа. А еще у нас есть Rolby. Это хороший пример новых монет, которая была создана три месяца назад, и которая буквально разорвала рынок в клочья. Совершенно. И в целом, если мы с вами посмотрим на рынок альткоинов, то он, по сути, находится в состоянии стагнации. Я помню этот рынок месяц назад. Libra и Гарри Поттер были также в топе. И, кстати, Пепе тоже. Да, в какой-то момент это все полностью изменится. Если вы помните, несколько месяцев назад, в марте, в апреле, когда начался мем-сезон, это было полное безумие. Поэтому ключевое — изучать новые возможности, смотреть на то, что было и что происходит, следить за выпуском новых монет и теми, которые привлекают внимание. И тогда использовать их как основную возможность. Это то, как делаю я. Потому что, в конечном счете, когда мы с вами будем наблюдать ежедневный выпуск всех этих новых монет, то самые большие прибыли, которые происходили, скажем, в последний год, образовывались от мем-монет, от новых выпущенных монет. Если вы посмотрите на тех, кто заработал больше всего, скажем, в течение 23-го года, это был ходлер альткоинов? Нет. Нет, только скупщики нового. И так было всегда. Поэтому очень важно, на мой взгляд, занимать активную позицию в альткоинах. То есть быть на самом поле сражения. Поэтому, если вы не ведете сражения на поле альткоинов, происходит вот что. Вы держите монеты, например, с 2017 года. Вы надеетесь, что они вернутся, вы не следите за новыми трендами, новых достижениях и новых разработках. И в любом случае, мы об этом с вами детально поговорим и обсудим. И эта тема очень крупная, и здесь есть много о чем поговорить. Поэтому всех горячо приветствую. И срочно шмякните по кнопке подписка и лайк. Напишите мне в чатике, откуда вы, а также расскажите, что вы любите пить. Конечно же, черный кофе, никакого сахара, никакого молока. Как всегда. И смотря на топовые монеты, мы видим, что здесь есть зелененькое. Знаете, всегда здорово видеть зелененькое. Ведь это же кусочек радости, и он приходит в вашу жизнь. Теперь, все эти цифры, конечно, небольшие. Но мы видим, что происходят небольшие пампы биткоина. Если мы посмотрим на Bybit, мы видим, что биткоин подходит к этому уровню сопротивления. И пытается постучать в эту дверь, в эту небесную дверь, пытаясь в нее зайти, в эту бычью территорию. Давайте посмотрим, удастся ли достичь успеха биткоину, но даже если не получится, вы можете зарабатывать на Bybit. Почему? Потому что можно шортить. Допустим, у биткоина пойдет здесь дамп, он не преодолеет эту линию, то вы можете зашортить это к чертовой матери. Но если получится, вы можете лонговать. Вы можете лонговать плечом, но только в том случае, если это соответствует вашей стратегии портфеля. Поэтому, если не хотите использовать плечо, вы можете использовать спот. Поэтому, регистрируясь по ссылочке в описании, вы получаете большой и жирный вступительный бонус, если пройдете KYC и внесете депозит на Bybit. И, конечно же, передавайте огромный привет Bybit за то, что он поддерживает нас в этом рынке. И если посмотреть на биткоин, как я уже говорил, недавно образовалась очередная попытка пробиться вверх. Но на недельном таймфрейме у нас здесь образуется сильнейшая зона сопротивления на 200-недельном. При этом мы все еще на медвежьем тренде. И это именно и есть проблема. Вероятно, нас здесь ожидает боковик. На какое-то время. Мы с вами уже больше месяца находимся в медвежьем тренде, что теоретически может быть уже достаточным для того, чтобы начать развороты движения по направлению 30К. Поэтому, если мы преодолеем 30К, мы снова вернемся на бычий тренд. Поэтому, теоретически, времени прошло достаточно для того, чтобы завершить бычий тренд и его не продлевать. Но, пока мы с вами находимся ниже 200-недельного скользящего среднего, вероятно, нас ожидает боковик. Но что еще важно отметить? То, что мы с вами заступаем на желтую зону. Эту желтую зону внутри цикла. И эта желтая зона в прошлом цикле была довольно кровавой, так как тогда образовался коронадамп. Но если не учитывать коронадамп, то в основном мы были в горизонте. И если мы с вами посмотрим на желтую зону во время 2015-16 годов, то в это время циклы были довольно растущими, а не бычьими. Лично я склоняюсь к тому, что мы с вами повторим что-то похожее на 2015-16 год и не 2019-й. Почему? Потому что в 2019-м у нас был здоровый, огромный памп, параболический памп, прямо вот здесь. И вот этот памп обеспечил нам то, что боль и страдания будут более продолжительными. Потому что мы выросли очень быстро. У нас не образовалось поддержки, а цена не получила достаточной передышки, а рынок не получил подтверждения роста. После чего произошел откат, и мы долгое время пытались найти реальную цену. Поэтому быстрые пампы не нужны. Пампы нужны неспешные. Потому что когда они происходят, рынок соглашается с тем, что он нашел правильную цену. Давайте представим, что в каком-то активе есть очень малая ликвидность. А какой-то кит заходит и внезапно покупает на миллиарды долларов. Цена взлетит мгновенно. Но у рынка не будет достаточно времени утвердиться в бычьем тренде. Повсеместно в рынке. Я, вы. Потому что, например, вы увидели, что цена взлетела к черту. Образовался, например, 100% памп в течение часа, потому что кит взял и закупился на миллиард баксов. В итоге у вас не было шанса взять-продать. Возможно, вы хотели зафиксировать прибыль на 15% или на 20%. И когда пампится цена так быстро, не будет уверенности, что высокая цена в рынке является рыночным консенсусом. Если, например, вы медленно пампите, скажем, 10% в день, это намного лучше с точки зрения устойчивой цены. Так как каждый день рынок заявляет, я или вы, говорим, хотим мы продавать или не хотим по данной цене. И когда каждый день происходит небольшой памп, в дальнейшем, в завершении этого пампа сезона, когда, скажем, мы достигаем этого 100% прироста, вы точно знаете, что это не внезапная резкая реакция. И нету пачки продавцов, которые продадут все в одно мгновение. Из-за того, что цена взлетела вверх из-за малого количества объема в рынке, а рынок не находится вне согласия с текущей ценой. Таким образом, вот почему я предпочитаю движение рынка вверх небольшими темпами и неспешное формирование тренда вправо и вверх. Редактор субтитров А.Семкин